Heavy Metal, ваши хати, дорогие друзья! Дело в том, что у нас сегодня замечательный день. Мы делали сравнение камер Xiaomi Mi 9 SE и Meizu 16. Сделали, вы его еще, возможно, не увидели, но оно уже готовится. И такие думаем, а почему бы еще не сравнить производительность? Да, посмотрите, процессоры вроде с разным индексом 710, 712, но если зайти на сайт компании Qualcomm и почитать, то мы увидим, что это два абсолютно одинаковых процессора с одинаковыми ядрами, с одинаковым графическим ускорителем, ускорителем ISP, но просто с разной частотой. Там буквально 100 Гц. Поэтому с точки зрения производителей очень интересно, как они себя покажут. Ну и плюс тут разная память и разный подход у каждого из производителей Flyme и... Какое у Xiaomi оболочка? MIUI. И что еще крайне интересно, то что цена у них, в принципе, если вы, конечно, знаете, где купить Meizu 16, то цена у них, в общем-то, более-менее одинаковая. А я знаю, где можно купить Meizu 16. Нужно прийти в магазин Unistore, в который нам дали эти смартфоны на тест, ну и выбрать, ну, или Mi 9 SE, или Meizu 16. У них все есть. Unistore просто лучше, потому что без него, ну, где бы мы нашли столько классных смартфонов? Ну, просто котики. Мы читаем абсолютно все ваши комментарии, поэтому сегодняшнее видео начинаем с нового тестирования. Это максимальный уровень громкости. Итак, оба смартфона демонстрируют его на уровне 90 дБ. Однако, Xiaomi Mi 9 SE показывает 87-88, а Meizu 16X – 88-89. И вроде бы, казалось бы, 1 дБ. Однако, субъективно Meizu звучит чуть громче. Однако, качество самого звука отличается. В Meizu он более резкий, более такой звенящий, а Xiaomi более приятный, мягкий, такой ламповый. Вот что действительно было интересно, так это сравнение скорости встроенных накопителей. Потому что, ну, казалось бы, да, везде флешки и флешки. Однако, они бывают разных типов. И в Meizu 16-ом стоит универсальная флешка. То есть, у нее скорость записи составляет 244 МБ в секунду, а скорость чтения – 289 МБ в секунду. То есть, это практически, ну, равные показатели. А в Xiaomi же используют другой подход. Они использовали Read Intensive накопитель, то есть, у него скорость чтения намного выше, чем скорость записи. Чтение – это 468 МБ в секунду, а запись – это 203 МБ в секунду. То есть, на Xiaomi будет дольше устанавливаться приложение. Однако, в теории, должны быстрее открываться, поскольку очень быстро все подгружается из памяти. И мы, конечно, будем это сейчас проверять. В тесте Antutu мы видим незначительное преимущество Xiaomi Mi 9 SE, поскольку у него действительно более свежая ревизия процессора, у него быстрее работают ядра, у него быстрее подгружается информация из памяти, поскольку, как мы уже сказали, сама память быстрее. Хотя, забавно, что сам тест Antutu респектует память именно Meizu за счет более ее высокой скорости записи, она там чуть лучше прошла именно тесты Antutu. Но, в целом, общее преимущество однозначно здесь за Xiaomi. Хотя оно, конечно, и такое, ну, знаете, как у мышки глазик. Meizu 16 сделал первый наш холодный прогон за 1 минуту 24,99 секунды. Это хороший результат в целом, но еще больше нас порадовал второй результат. Напомню, мы перед вторым результатом не перезагружаем смартфон, просто очищаем память. И это 1 минута 13,38 секунд. То есть, реально, когда приложения подзакэшировались, мы получаем очень быструю работу. И поскольку Meizu действительно обходится без регулярных перезагрузок, то вы можете рассчитывать, что этот смартфон будет работать очень хорошо все время. Но внезапно в игру врывается Xiaomi Mi 9 SE, у которого первый холодный прогон составил 1 минуту 18,58 секунд. И это, ну, скажем прямо, заметно меньше, чем у Meizu. Особенно это было видно в YouTube Music, который он практически моментально загрузил. Почему? Потому что скорость работы памяти позволяет загружать из памяти закэшированную информацию намного быстрее. И здесь Xiaomi, конечно, молодец. Второй прогон у Xiaomi показал результат 1 минуту 9,85 секунд. Если мы посмотрим дельту обоих смартфонов между первым и вторым прогоном, мы видим, что она практически одинакова. И о чем нам это говорит? А это говорит о том, что разница между непосредственно процессорами реально минимальна. И тащит здесь именно скорость памяти у Xiaomi. Xiaomi Mi 9 SE показал себя в танках на максимальных настройках ну просто очень достойно. Он все время гонял в 60 кадров в секунду, пока мы наконец не заехали на нашу любимую карту протока. В протоке танки тормозят даже и на флагманских устройствах, а здесь у нас всего лишь, всего лишь субфлагман. Поэтому, да, у нас были просадки в FPS на 55-56 кадров в секунду в ситуациях, когда мы упарывались в два танка сразу. Это достаточно редкая ситуация и в целом игровая производительность у Xiaomi можно описать только словами дай боже каждому. У Meizu 16, и если часто мне до сих пор хочется называть его Meizu 16X, потому что нейминг этот абсолютно безумный, так вот у Meizu 16 такой же в принципе графический ускоритель и практически такой же вроде бы процессор. Но субъективно, во-первых, Meizu 16 чуть сильнее греется и это как бы не очень приятно. Но это ладно, это лирика, но нам удалось действительно поймать просадки до 53 FPS просто при резком переходе в режим прицеливания на несложных картах, что уже действительно ну как бы показывает, что разница в производительности действительно имеется. За счет чего же это, если у нас в принципе наш процессор практически одинаковый? Мы думали-гадали и пришли к тому же, что здесь все та же проблема со скоростью работы памяти, потому что когда мы переходим снайперский прицел, текстуры должны по идее подзагрузиться поближе к нам и это быстрее происходит на Xiaomi и тут как бы как обычно мы респектуем снова памяти Xiaomi. Знаете, дорогие друзья, готовя этот материал, снимая видео, мы пришли к очень интересному выводу, потому что всегда мы обращали внимание на процессор, на герцовку, ну мы видео, собственно говоря, так и начинали, но а закончили, извините за здравие, да, потому что оказалось, что на реальную работу в повседневных задачах конечную роль играет вовсе не процессор. Да, действительно, вот в этом сравнении реально тащила скорость работы памяти в Xiaomi, которая оказалась не просто быстрее в тесте, но мы действительно увидели, что Xiaomi быстрее справляется с открытием приложений, с подгрузкой текстур и в этом смысле здесь, ну как бы мы уже говорили о том, что это два разных подхода просто в памяти, но получается, что на Xiaomi подход-то умнее, да, там, ну, на какие-то секунды будут дольше устанавливаться приложения, дольше будут устанавливаться танки, кэш оттуда, но потом вы их один раз установили и оно будет шпарить реально быстрее в полтора раза, ну, конечно, не в полтора раза в итоге, в общем, но вы видели сами цифры и в повседневной эксплуатации это отличное решение. Отвечая на вопрос, что важнее, сбалансированная память или память с большим чтением, да, мы можем... Для смартфона. Для смартфона. Можно однозначно ответить, что скорость чтения более важный параметр, чем сбалансированность чтения и записи. И, собственно говоря, поэтому, наверное, у нас и определился вот такой замечательный победитель Mi 9 SE. Кто переживал, что мы редко говорим, кто победил, здесь у нас победитель вполне однозначенный. Господи, это не Meizu. Докатились. Докатились. Очень нравится делать для вас видео, друзья, потому что, когда мы что-то рассказываем для вас, мы часто узнаем что-то новое, интересное для себя. И, соответственно, становимся, ну, более совершенными, еще более экспертными экспертами. И я надеюсь, что вы растете вместе с нами. И вместе мы просто станем каким-то острием нашего гик-комьюнити. И, я не знаю, может, мы когда-то и смартфон свой сделаем. Конечно. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал. Кстати, мы еще открыли наши соцсети Facebook, ВКонтакте. Ссылочки в описании. Поставьте нам лайки, поделитесь нашим видео. И самое главное, никогда в жизни не переключайтесь. А знаете, как мы назовем наш смартфон? Как? Следующий смартфон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok